Друзья, всем привет! Вы на канале Уникальное Сене. Что я тут делаю? Я смотрю сено. Точнее грушу не капала или туда вода. Вот только запас сена у меня для коз. Тут где-то 140-130 ков. Смотрел, чтобы нигде не капало. Потому что, потому что здесь на другой стороне лежит тюк, а точнее не тюк, сено рассыпное только. Вот это вот здесь чуть-чуть тюки рассыпные, а это разнотраги. Когда я начал давать сейчас козам, тут немного. Отсюда, короче, капала вода и вот так вот стало сено. Просто гнило тупо. Это немного. Вот столько всего. Одно ведро, наверное, и всё. Вот там видно. Капало там. Откуда-то. Вот такая кровать тут стоит на сеновале. Знаете, для чего эта кровать? Надеюсь, вы догадались. Да это просто было лишней дома. Вот и укинули сюда. Чтобы он под ногами не валялся. Вот и весь секрет. Всем привет с высоты. Ой, как снимать штатив мешает. Про что сегодняшнее видео? Да, в принципе, не про что. Конкретной темы нету просто. Сел смотреть на красоту. Сейчас. У нас один день назад был снег. И такая красота. Сейчас, если не смотреть на эту навозную кучу, то вот так просто балдёж. Красота. Сегодня видео просто про деревенскую жизнь, чем я занимаюсь ночью. Да и вообще, в принципе, те, кто хотят там или, ну да, в большей степени, те, кто хотят заниматься, приехать, точнее, в деревню. Будьте готовы к такой красоте. И, конечно же, к работе. Вообще, для чего я снимаю вот все видео деревенские, просто деревенская жизнь, да, это чтобы люди хотя бы, ну, которые хотят переехать в деревню, чтобы понимали вообще, к чему, куда они идут и к чему вообще, что им, возможно, придётся делать. Например, может быть, кто-то хочет заняться овцами, как я, козами, там, курочками. И я этим, таким людям хочу показать, этим они будут заниматься вообще в деревне тут. Сидеть на сеновале, смотреть на красоту, например, вот этим могут заняться. Или всякие полезные советы в плане козоводства, овцы, овцеводства мне самому нужны, конечно, советы ищу. Но не суть. Вообще, что я делаю, по альбому это видео будет полезным. Это у меня на канале не такое видео, которое все идеально и все хорошо. Нет, у меня на канале, правда, такой светильник сделал в сарае вон, чтобы было хорошо видно. Вот это у меня нет в студии, это деревенская жизнь, сеновал. Это не светильник на самом деле, просто фонарик повесил. И все. Так вот, на канале у меня только правда. Потому что во многих вообще, в принципе, не знаю, мало таких людей, где показывают истинную правду. Сколько видео я пересмотрел, смотрел, пересматривал, там только у них все хорошо и все. А про плохое никто не рассказывает, не показывает, только все хорошо. Так все хорошо, такого не бывает, это вам не сказка. Как говорил в прошлом видео, это вам не еду рекламировать, китайскую лапшу быстрого приготовления. Это жизнь деревня. Все так хорошо быть, в принципе, не может. Если кто занимается с животными, обязательно готовьтесь к тому, что как минимум кто-нибудь из животных просто умрет и все. Потому что все так идеально, как бы вы не смотрели, как бы не ухаживали хорошо, по книжкам там, по интернету все равно все идеально не будет. Особенно начинающим фермерам. Берем хотя бы кроликов. Кролики тоже много видео смотрел про них. Все рассказывают, что все хорошо, вот так надо делать, надо вот так в каком-то месте, надо случать их. Корчата будут через месяц, да нихрена они не будут. Из 10 кроликов у вас пойдут, 7-8 может быть, вообще никто не пойдет. Можете такое быть, как у меня в этом году. У меня сколько было замок, штук 15 наверное, сейчас оставил я только трех. Одна замка своих съедала, потому что молока не хватало, раскидывала так прям. Другие просто все время вот так давали самцу и все. А ничего там у них не оставалось. Ну, короче, имейте ввиду. Они все время приходили в охоту и не беременели, так скажем. И не пришлось их зарубить. Вот такие дела. Сейчас у меня в хозяйстве три самки только. Три самки, которые хорошо работают. Но я, конечно же, еще куплю из другого семейства там какого-нибудь породистых. Что касается насчет породистых кроликов, породистых я не люблю. Потому что у них иммунитет слабый. Как бы их хоть как не корми магазинным там или натуральным, у них иммунитет слабый. У меня уже был такой опыт. Кролик был породы. Чистое полтавское серебро. Серебро она не рожала только у меня почему-то, но была слабая она. Молока не хватало. Я не говорю, что все породы плохие. Нет, есть и хорошие. Например, белый панон. У меня лично не было, но фермеры, с которыми я общаюсь. Вообще люди, которые занимаются кроликами, они говорят, что самая лучшая порода это белый панон. Но я больше придерживаюсь к беспородным, к местным породам. Но это то есть помесь с чухонья, там с каким-то козлом. Вот я люблю вот таких вот беспородных. Почему? Потому что у них, во-первых, окрас получается необычным. Может быть такое, что необычный окрас какой-то вообще четырехцветный. Вообще было не такое даже. Второе, потому что у них выживаемость хорошая. Падёж, падёж. В этом году у меня падежа не было вообще. 0% было у меня падёж в плане кроликов. Только кошка съела, но это не считается одного кролика. Кольчёнка съела у меня кошка, это не считается. Поэтому беспородные, они как-то, может быть, у меня так лучше приживаются у меня в хозяйстве. Вот такие дела. На канале у меня ещё раз повторюсь, одна правда. Хочу хоть рассказать ещё. Вы думаете, почему я с многими козами, которые у меня было, у меня было их много. Кто смотрит меня давно уже знает. Распродал там, зарезал на мясо вообще. Если бы было так всё хорошо, я бы конечно их не продал и не резал бы на мясо, если бы было всё так идеально. Когда занимаешься чем-то другим, обязательно к чему-то приходит конец. В моём случае пока так произошло. Но с козами я расстался не навсегда, конечно же. У меня сейчас две козы осталось, одну забронировали. Рыжик у меня, эта самая моя коза ручная, она остаётся в стаде. Так как овтам необходим нужен ум в стаде, так скажем. После того, как я открыл самозанятость, всё, про коз я начал потихоньку забывать. Почему? У меня уже было видео, почему я продаю коз. Не из-за того, что это не прибыльно, но прибыль есть, от одной или двух коз прибыли у вас не будет. Скажу вам честно, прибыль начинается минимум с пяти коз, хороших дойных коз. Если бы я занимался чисто козами, честно говоря, я бы даже не открывал бы самозанятость. Потому что это смысла нет, молоко продавать нельзя, сырит, а йогурт продавать нельзя самозанятым. А молочные продукты, как я помню, вроде бы да. Так вот, так как я начал заниматься овцами, мне пришлось открыть самозанятость. Потому что начать с нуля, начать с нуля какой-то бизнес, например, автоводство, это очень сложно и долго. Вообще, мы начали заниматься хозяйством, в принципе, вообще с нуля. С нуля, конечно, не бывает, но были какие-то сбережения, и мы всё вложили в этих животных, в бизнес, так скажем. Деревенскую, ну, деревенскую жизнь вложили просто всё, до копейки, и всё. И начали получать какую-то прибыль, там расход прибыль, расход прибыль, вот так вот. А для чего мне нужно вообще самозанятость? Это чтобы получить помощь от государства. Как я уже и говорил, начать с нуля, это очень сложно. А смогу ли я получить какую-либо помощь от государства? Это вы совсем скоро узнаете. А как скоро? Пока ещё сам не знаю, но по срокам в январе с 25-го года. Да, я уже подал заявление, стал на очередь получить господдержку. Финансирование, так скажем, 200 тысяч на разведение овец. Вот. Ну, конечно же, через несколько лет у меня обязательно будут козы и в большом количестве, потому что я от них избагаться на совсем не собираюсь. Но пока планы другие, а какие это скоро все узнают. Мы залетим громко. Всем пока. Те, кто переезжает в деревню, будьте готовы, ещё раз говорю, к такой красоте. Смотрите видео сначала. Всем пока. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok